В Ханты-Мансийске с начала месяца пассажирские перевозки выполняют новый подрядчик. Контракт больше чем на 300 миллионов рублей выиграло муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие. Раньше на протяжении десятилетий людей в разные точки города доставляли сотрудники Ханты-Мансийского АТП. Что изменилось и изменится? Как отразятся перемены на повседневной жизни окружного центра? Об этом расскажет Тимур Чешков. Двери закрыты, автобус в депо. Уже три дня водитель не заводит мотор своей машины. Прежде 20 лет Атладин Исаев утром выходил на маршрут, чтобы каждый житель Ханты-Мансийска смог вовремя добраться на работу или уехать домой. С первого числа августа мы не работаем. Я фактически остался без работы. Я допускаю свою работу. Люди есть более, которые и по тех как сидят. Люди в кредитах сидят. Один месяц не работая, человек может потерять 3-4 месяца. Почти 100 человек остались без работы. Контракт на пассажирские перевозки выиграла другая организация. По данным итоговым значениям у нас победил МДЭП. Второе место занял у нас Тюменская организация и третье АТП. Соответственно, сургут четвертый. Организация без опыта пассажирских перевозок в городе с большим отрывом опередила АТП. Старейшее предприятие с начала месяца приостановило свою деятельность. Весь автопарк находится на стоянке. Тем временем горожане жалуются на нехватку общественного транспорта. Автобусы плохо ходят. Уже 40 минут жду. Только вечером. Вечером тяжело уехать, а так нет. С 1 августа на маршруты вышли автобусы МДЭП. Руководство этой компании уверяет, проблемы с перевозками возникли из-за нового расписания. Все технические возможности для выполнения контракта есть. Предприятие готово полностью на 100%. Мощность у нас присутствует. Контракт выполним, постараемся. До 13 августа новому перевозчику передадут автобусы, которые принадлежат муниципалитету и находились в аренде у прежнего подрядчика. А эти новые МАЗы, рассчитанные больше, чем на 70 пассажиров, уже почти готовы выйти на линию. Сразу после регистрации в ГИБДД они заменят на маршруте более старую технику, что обеспечит безопасность пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске. Единственная причина, которая может вызвать транспортный коллапс – нехватка водителей. Сотрудникам АТП, оставшимся без работы, предложили трудоустройство у нового подрядчика на тех же условиях. Но после короткого диалога на специально организованной встрече водители просто покинули зал. У нас порядка 20 человек уже поступило с Ханты-Мансийского автотранспортного предприятия и работают сегодня в предприятии МДЭП. Поэтому это реакция не всего коллектива, а отдельно взятых лиц. В новой компании уверяют, перебои с перевозками исчезнут уже в середине месяца. Автопарк доукомплектуют, водителей наймут. Однако участники конкурса уже пытаются обжаловать его результаты в суде. Тимур Чешков, Андрей Аширов, Вести, Югория, Ханты-Мансийск.